Доброе утро! Делать его так нельзя, конечно. Да, люблю шоколад. А вы как? Просто или по настроению какому-то? Иногда по настроению. Иногда бывает. Вот хочется шоколад, сладкое. Вот организм требует. Но вы же не можете противиться своим шоколадным инстинктам. Все мы знаем, что у каждой женщины помимо материнского есть еще и шоколадные. Да. Вот сегодня мы говорим о том, насколько полезен шоколад или вреден. Что об этом говорят диетологи? Шоколад вообще болезнен, но его также в больших количествах нельзя употреблять, потому что здесь большое количество кофеина. Кофеин, выработку, здесь сокращение сердечных сердцев к тахикардию приводит. Это нежелательно к здоровью. Но здесь, конечно, есть свои преимущества в шоколаде. Выработка эндорфинов происходит в организме. А эндорфин здесь улучшает настроение. Если возьмем шоколадную диету, например, здесь эндорфин, он создает то, что легче диету перенести, нежели чем других диетов. А вот вы заговорили о шоколадной диете сразу вот так. Какие виды бывают этих шоколадных диет? Видов очень много, но самые такие шоколадные диеты бывают обычная шоколадная диета и итальянская шоколадная диета. О, это очень интересно. Да. Обычная шоколадная диета, здесь, конечно, помимо шоколада больше ничего нельзя употреблять. Здесь берется 100 граммов шоколада, например, в день, и его делится на три части. Но с шоколадом нужно запивать его с кофе без сахара. А если итальянскую шоколадную диету возьмем, то здесь употребляются другие продукты питания, помимо шоколада. Ну, здесь преимуществом, например, шоколадной обычной диеты, вес сбрасывается намного быстрее, нежели чем итальянская. И это итальянская, я так понимаю, там паста и пицца, да, еще включается в рацион? Да, включается, да. А в смысле, итальянская диета, то есть обычная диета шоколадная, ты питаешься одним только шоколадом и кофе? В день, например, утром 30 граммов шоколада и кофе без сахара. Минусом является то, что монотонность диеты. Монотонность диеты, то есть в обед и в ужин 30 граммов шоколада и кофе без сахара. Больше ничего? Больше ничего. И сколько так можно продержаться на диете? Много его держать нельзя, потому что он вредит организму, но тем, кто хочет быстро сбросить вес, то это очень хорошая диета, потому что его больше, чем 7 дней, нельзя его держать. А сколько можно сбросить? В среднем сбрасывают 7, от 5 до 7 килограммов. То есть все невесты? На неделю? На неделю это достаточно. Все невесты подсаживаются на шоколад? Я думаю, что они могут использовать данную диету. Ох, жестокая диета, когда 30 граммов шоколада и кофе без сахара. Ну, красота требует жир, все мы об этом знаем. А что вот об итальянской вы скажете? О суровой шоколадной диете. Я, честно говоря, себе это все не так представлял. Я думал, что ешь сколько хочешь, радуйся жизни, ходи. А вот итальянская диета, в чем ее особенность? Да, все так думают, что если шоколадная диета, это считается сладкоежком. Думают, ну, увы, это не так, конечно. Это очень тяжелая диета. А итальянская, она более легче переносится, потому что помимо шоколада здесь употребляются и другие продукты. Овощи, фрукты употребляются. Также макароны изделия. Между трапезами здесь нужно, наоборот, употреблять шоколадку. Кусочек шоколадки, ну, не больше. Отличие от обычной шоколадки. А у нас еще несколько вопросов. А в какое время лучше всего употреблять этот напиток богов, который мы видим в виде твердого вещества, плиточного твердого вещества? Здесь не зависит от времени погоды. В любое время можно его употреблять. То есть на ночь тоже можно? Нет, на ночь, конечно, нельзя. А ночью можно, если не на ночь, а ночью? Ночью нельзя. Ночью нельзя, потому что мы берем, например, 100 граммов шоколада, его на три делим. Мы его должны утром, в обед и вечером до шести разделить на три кусочка. И в таком количестве только нужно употреблять. А если говорить о том, какой шоколад вреден или полезен? То есть какой, допустим, более полезен? Пористый, белый шоколад, молочный? Здесь, да, виды и существуют. Пористый, да. Но в отличие, например, идет, например, пористого, или, нежели, например, обычного шоколада. Здесь соотношение только меняется. Соотношение какао и сахара. Чем больше какао в шоколаде, тем лучше. Для того, кто держит диету. В фористом, например, те же ингредиенты, только его помещают, изготовлением отличается, помещается в специальную посудку, и туда воздух проникает. Ну что ж, много чего интересного, я думаю, мы узнали сегодня. По крайней мере, о существовании как раз-таки этих шоколадных диет. Поэтому, если вдруг вам скажут, что вот, мол, ты кушаешь только сладкое, можете с уверенностью утверждать, что вы сидите на как раз-таки диете, о которой и рассказывал наши сегодняшние гости. Ну, спасибо, Мурцоголь, за то, что вы нам так рано с утра рассказали такие вот интересные вещи о шоколаде. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Не переключаемся, телефон студии, все тот же, 57-77-97. Звоните и выиграйте ваши призы.